Штраф – место тюремного срока. В Казахстане планируется смягчить наказание еще по нескольким статьям Уголовно-процессуального кодекса. В основном это касается финансовых преступлений. Совершившие их люди могут обойтись штрафом либо общественными работами. Эту и другие нормы обсуждали сегодня на международной конференции в Алматы. Жанна Рахимжанова с подробностями. Будущее казахстанской уголовной системы решается за этим столом. Мировые специалисты в области правосудия и главы профильных ведомств подводят итоги первого года с новым уголовным кодексом. По данным Генпрокуратуры, за это время свыше 76% осужденных получили наказание, не связанное с лишением свободы. Они выплатили государству штраф, либо выполнили общественные работы, как, например, уборка улиц. Понести такого рода наказание в будущем, возможно, смогут и создатели финансовых пирамид. Вместо 15 лет за решеткой им позволят обойтись штрафом. Но в несколько раз превышающим причиненный ими ущерб. На местах лишения свободы должны находиться те люди, которые профессионально стали на путь криминала. И те люди, которые представляют для нас с вами опасность. Тоже, что нужно убить, зарезать и так далее. Все остальные люди, какую опасность нам представляют? Да никакой. На такого рода наказание смогут рассчитывать те, кто совершает так называемые беловоротничковые преступления. Это нечистые на руку бухгалтеры или бизнесмены, решившие совершить подкуп. Крупные суммы штрафов заставят людей задуматься, прежде чем идти на преступление, уверены в Генпрокуратуре. В надзорном органе заявили, в начале независимости Казахстан по индексу тюремного населения находился на третьем месте в мире, после США и России. Сейчас страна не входит и в первую тридцатку, но работы еще много. И сделать уголовный кодекс соответствующим передовым мировым стандартам – задача ближайших лет. Только два года, как заработал кодекс чуть меньше, чем два года, уже определенные результаты есть. Но, конечно, нужно идти и дальше. Поэтому задача таких мероприятий, как сегодняшний, – помочь, говоря об европейских стандартах и европейской строительной практике, придвинуть те подходы применения уголовного процессуального закона в Казахстане к тем, которые существуют в Европе. Из всех идей, озвученных на конференции, выберут лучшие. И на их основе специалисты подготовят пакет поправок в уголовно-процессуальный кодекс. Дальнейшая их судьба будет зависеть от решения правительства. Жанна Рахимжанова, Даниар Жусупов, Информбюро, 31 канал.